Надо детей на пробежку, дождик придет, ой, да я говорю, не подходит, дождик придет, ой, Маша не позвонила, хорошо, ой, и кроссовки я новые не крутил, да, и пошло, поехало. И вообще можно не сегодня начать, можно с понедельника, со следующего, а у меня, смотрите, сколько отговоров было, да, 12-е число, не первое, четверг, не понедельник, не начало месяца, да, не 13-е, и не начало года, и никакого праздника нет. И никто, в общем-то, не горит, да, и никому, и никому не объяснял, билетов никаких нету, просто рюкзак стоит, ну, кушать не бросит. И тут мне такое, нет, я, не, я буду заниматься исследованием природы страха, но не завтра. Завтра мне нужно еще сюда позвонить, туда сходить, здесь что-то сделать, в общем, не завтра, не завтра, похоже, знакомо? Да. В этот момент, вот как про друзей говорили, да, в этот момент звонит мне друг и говорит, привет, я говорю, привет. А у меня все уже успокоилось, меня уже не трясет, да, биохимические процессы пошли на спад, я же никуда не иду, ничего нового начинать не надо, пил, и всегда погружаться тоже не надо, все спокойно. Звонит друг и говорит, привет, привет, ну что, я тебя поздравляю, ты завтра отправляешься, делайте великие дела. Я говорю, я? Нет. А как? А сейчас случилось, я говорю, а, что, говорит, не будешь заниматься исследованием? Я говорю, нет, я буду заниматься исследованием, но не завтра. Он такой, а, ну поймем, а давай, говорит, сделаем так, мы завтра поедем, я приеду, говорит, на машине, а мы утром съездим, найдем место, откуда ты будешь стартовать, не завтра, но потом как-нибудь. Я говорю, зачем, ну как, фотку сделаем, ты, а, ну, там, выложишь в интернете, я такой, ну, герой, а герой-то там же есть, живет же, он же такой, ну, классно, давай, поедем, он говорит, я такой, давай, ну, ты рюкзак возьмешь, чтобы фотография получилась, ну, настоящая, классная, хорошо, давай. И на следующее утро я счастливый выхожу, сажусь к нему в машину, мы выезжаем, я родом из Уска, стартую, соответственно, из этого города, в тот момент мы доезжаем до Паста Гаи, это, известно, километров 30, и после Паста Гаи еще уезжаем километров 30, и находим такое место, такой карман с дороги, очень удобный, ну, куда машина может свернуть, если решит остановиться и меня подобрать. я выхожу, он такой говорит, ну, давай, сейчас фотографию сделаю, делаю фотографию, сейчас я вам ее покажу, вот, вот это, да, вот это первая фотография, а, видите, вот здесь карман хороший, куда машина может вталить, а там вдалеке, бензозаправочная станция, на тот случай, что если здесь мне никто не остановится, я поеду, пойду туда, и буду тогда там разговаривать, благо я еще в России, и по-русски еще можно все говорить. да, и он такой говорит, ну, как, нравится, я тебе нравится, а он говорит, ну, вот, почувствуй, говорит, вот, вживись в эту работу, ну, и начинаю ходить, там, что-то отвернуться, глаза закрыли, поворачиваюсь, машина продается столько лет, и в этот момент появляется снова вот это состояние, всем знакомое, да, дыхание замирает, да, дрожь начинается, прокраснение, попледнение, дальше пошло эмоциональное состояние, а-а-а, как же я, а дальше включается мысль, с чего делать, туда ехать, одно и то же действие совершать, но возвращаться домой, да, или все-таки стартануть, в общем, друзья нам всегда в жизни молодцы, помогают, хотя в тот момент я пожелал вам всего хорошего, подумал, вот, ну, ты сейчас здесь, а, ну, я бы тебя был, вот, а дальше, вот, следующий страх начинается, вот, любое действие, которое мы начинаем делать в своей жизни, независимо от того, стою я на обочине, на дороге, или мы в жизни начинаем делать какое-то новое действие, у нас включается вот это состояние, которое мы называем страхом, тревожностью можно это состояние назвать, когда мы не знаем чего-то, не знаем алгоритма решения какой-то ситуации, какого-то действия, и в этот момент мы начинаем андромандраживаться, как только мы идем раз в эту ситуацию, два, три, четыре, находим некий какой-то алгоритм, мы уже успокаиваемся, и у нас уже это состояние уходит. Ведь первый вариант, второй вариант, мы просто говорим, ладно, я не буду это делать, уходим и успокаиваемся. Выбор, в общем-то, получается за нами. И каждый раз во время своего путешествия так и было. Вышел я на дорогу, руку надо поднять. Как ее поднять? Так поднять, так поднять, так поднять. Как поднимать руку, чтобы вот они сразу остановились и поняли, что я просто автостоп, а не тот, кто машину ловит, такси, да? И начинается пляска, машина едет. Так, это я не буду останавливать. Это сильно грязная. Так, это сильно крутая машина. Так, это какая? Ой, водитель как-то не так смотрит на меня. Они и будут машину останавливать. Ой, это что-то подозрительно улыбается. Нет, я этого точно не буду останавливать. И вот эта пляска продолжается, потом я говорю, ладно, я буду останавливать грузовую машину, легковая. Хорошо, легковая, не грузовая. Ой, опять легковая, хорошо. Грузовая. Ладно, я не буду первую, я третью грузовую буду останавливать. Знакомо, да? Только не по машинам, а почему-то по-другому, да? Мы забавляемся постоянно по жизни, а нужно идти вот в это исследование. Вот путешествие, оно как раз и было тем исследованием, которое исследовало не внешнее пространство, а именно внутреннее себя. По поводу путешествия, да? Вышел я из Омска, вернулся я в Омск. Затратил я на это примерно год. Прошел, посетил более 60 стран. Вышел, то есть прошел по России до, туда, до Белоруссии, потом через Белоруссию, по Европе, Польша, Чихия, Австрия, Италия, Франция, вот здесь еще была Германия, Испания, Португалия. Дальше пошла Америка, потом вниз туда немного по Америке, потом Гавайские острова и от Гавайских островов вниз по островам Океане. До Новой Зеландии, дальше в Австралию, вверх в... Поплавовая Гвинея, сейчас дойдем это поесть. Научился, не есть. Таиланд, в общем, Юго-Восточная Азия, Китай и снова Россия. Это по странам. Так, что... Где я спал? Спал я на обученных кюветах, в машинах, которые подвозили у людей, которые приглашали, где заставала ночь. Что я ел? Ел, чем угощали, либо то, что росло на деревьях. Смею заметить, что за время путешествия, за год, я поправился на 8 кг. Потому что, я специально у вас про булочку, помните, спросил, да? На самом деле, люди... Вот если я у вас денег попрошу, вы задумаетесь, да? Давайте мы или не давайте денег. Ну, сейчас просто дайте мне денег, да? А если я попрошу вас, то есть вы запросто, если вы едите, мне не дадите. И когда люди подбирают на дороге, они понимают, что человек неизвестно где, откуда, когда он ест. И они сразу же начинают делиться. Так, на этот вопрос я ответил. Она же так... А вода? И вода так. Так, так. С водой, знаете, я мылся в путешествии больше, чем дома моюсь. Потому что я мылся, ну вот, на обережении, да? Мылся, как только появлялся колонка появлялась, колодец, речка, озеро. Где-то там на заправке какие-то там души были. Или туалет там были. Еще что-то, пожалуйста. Нет. Нет. А... Как на вас реагировали окружающие? Сейчас. Как вы реагировали? Кто? Окружающие. Окружающие, нормально. Так, по порядку давайте. Смотрите, про визы и про все вопросы, про все, да, ситуации, которые были связаны с деньгами. Они решались следующим образом. Они решались на... Нет, несколькими вариантами. Первый вариант. Либо они решались на месте. Например, были ситуации, когда мы познакомились с одним мужчиной, а потом подходим, а он оказывается таможенником. В каком визике? Познакомились? В каком визике? На вот таком. Были варианты, когда... Были варианты, когда... Решение ситуации, говорю, которое с деньгами. Первый вариант. Это на... Мне на опережение попадались люди, которые работали там, где нужно было заплатить. Второй вариант. Мне давали деньги на вынижение, а ровно столько ту сумму, которая необходима была вот в том месте, где нужно было преодолеть это. Например, меня подвозил один мужчина, и он мне такой при выходе дает... Какая-то валюта была. Вот в Малайзии это было внутри. Один... В общем, одну и бумажку дает. Я ему говорю, не... Я денег не беру. Он такой говорит, это не деньги, это суверин. Я положил в карман, и через буквально там два часа я оказывалась на пароме, ну, в смысле, место, где нужно перепровать через паром, и эту бумажку, ровно эту бумажку, нужно заплатить. И так было, что люди иногда вот так вот просто на возьми, высыпали какую-то мелочь, я ее пересыпал в карман, и где-то в следующем пункте я эту сумму пересыпал. То есть такая передача просто была. Были варианты по поводу ВИЗ, были варианты... записывать видео... нелегального перехода. Я в тюрьму не попал. Нет, в тюрьму не попал. По поводу того, как относились. В какой-то момент, не в какой-то момент, а в самом начале, это был один из страхов, который у меня поднялся. Я подумал, что-то как-то я же, я как-то вот вроде исследователь, исследую природу страха, а получается вроде как халявщик такой. Меня везут, кормят, спать к себе, кто-то приглашает, а я такой весь исследую этой природу страха. И я понял, что у меня вышли, поднимается очередной мой страх, и нелюбовь к себе. И тогда я подумал, а чего я себя мучаю? Давай-ка я буду спрашивать людей. И я стал опрашивать людей. Благо, я еще ехал по России. Я, кстати, потом иностранцев спрашивал. Я вам лучше про иностранцев расскажу ситуацию. Оказалось, что вот как раз в путешествии, правильно сказать, да, можно везде путешествовать. В путешествии включаются немножко другие законы, и люди оплату берут всем, чем угодно. Улыбкой, добрым словом, хорошим настроением, двоими ушами, на которые они что-то тебе будут рассказывать. И была ситуация следующая. Подвозит меня в Индонезии. Подвозит меня индонезийец один и показывает мне вечер. Он мне показывает, тебе есть где спал? Я говорю, нет. Ну, или он там говорит, ты где спишь? Я ему говорю, ну, в общем, ну, поговорим. Он мне говорит, ну, ладно, пойдем ко мне. Мы приезжаем к нему, он знакомит меня со своей жимой. Благо, когда дома, люди уже достают переводчики, у них-то есть телефон, у меня телефон с собой не был. И если они хотят пообщаться, то мы общаемся через переводчик. Все, он приглашает к родню, родня приходит, он всем показывает, вы смотрите, Crazy Russians. Значит, я это слово очень часто слышал, когда Мина начинает показывать свои простынки. И дальше, утром он мне говорит, ты можешь остаться? Ну, пишет, переводчик. Ты можешь остаться у нас еще? Я говорю, зачем? Ну, я переночил, все нормально, это самое, ты меня подвез, пригласил, спасибо, все, я пошел. А он мне такой говорит, понимаешь, ну, жена вчера заметила, что мы не ругались. И она считает, что это ты виноват. Вот. В общем, в итоге, я прожил там три дня у них, и он мне через три дня говорит, может, ты еще останешься у нас пожили. Я, говорит, тоже заметил такую закономерность. Ну, как-то вот так вот спокойно. Неважно, да? Это научно мы не подтверждали, но, вот он с меня взял оплату отношениями в семье, да? А еще одна была ситуация, когда у меня в Таиланде тайский язык я попался, что-то какие-то фразовые выучить, но вот этот поющий язык, он не досягаем. Поэтому, вот, я сажусь в грузовик как-то, и он мне что-то едет всю дорогу, говорит, 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 говорит. Потом такой, доезжаем до куда-то, он восстанавливает, и говорит, типа, ну, все, значит, выходи мне туда, тебе туда по трассе. Ну, он с трассы сворачивает. Вот. И, ну, достает телефон, начинает там, писать, спасибо, там еще там что-то, ты там откуда. Ну, вдруг решил поговорить. А я его спрашиваю, ну, ты меня зачем взял? Я говорю, всем вопрос такой задаю. Когда есть возможность, я задал вопрос, зачем? Ну, почему? Встаю на обучение, не встаю, зачем? Вот. и он такой говорит, понимаешь, мне нужно было одну задачу очень важную решить, мне нужно было посоветоваться и проговорить с кем-либо. Я говорю, я ему пишу, но я же не понимаю твоего языка. Он говорит, ну, представь, вот я такой сижу, дурак, сам с собой, да, и сам с собой разговариваю. А тут сидит человек, и я с ним разговариваю. Он меня слушает, и все, и я, все, я понял, ага, я разрешил эту ситуацию. Вот. Поэтому вот эта вот проблема страха, она, ну, в смысле вот того, что я как-то там пользуюсь другими, а они вот меня обхаживают, она снялась после вот этого опроса. Денега не было, а коммуникации были? Ну, да. А до 4? Чего не было? Ну, коммуникации той, которая доступная, не было же. Так вы за счет этого и проехали? Это не важно за счет чего я проехал, важно то, что мне удалось на себе проверить вот это вот состояние эмоциональное, страх, да, природу вот этого проживания, страха. Отследить, как происходит наше эмоциональное проживание, отследить, как происходят наши мыслительные процессы, какие происходят. А затем, уже добавочно вернувшись, и я проверил, изучил и встречался с различными у нас учеными, которые занимаются исследованием на уровне биохимии, да, и вот это все соединив. я не только изучил природу страх с точки зрения психологии, но и с точки зрения физики получилось, да. и вот это состояние наше, оно есть у всех, и в общем, неважно там, за счет чего, я там где-то там проехал. Да. Вопрос. А у вас на том, виду формальности, вот именно, вы сказали, что виду, это не ранее, когда вы говорили, а с Америки, куда вы уже помните, что виду, это так же, наверное, по-моему, по-моему. Как вам? Смотрите, здесь включается вот какой момент, здесь включается момент того, что если есть состояние важности, да, и мы цепляемся за это, да, вот таким вот образом, кулаком, то туда ничего невозможно положить. У меня была ситуация вот такая, мне было без разницы, попаду я туда или не попаду. Я, стартуя из Омска, заполнил анкету, в общем там, где заполняют анкету, есть сайт такой специальный, да, и записался на собеседование. Потом, пока я ехал по России, у меня была уверенность, что я, возможно, и не успею, да, на это собеседование. В Москве? Да. Собеседование в Москве, да. Нет. Нет. Вот слушайте, сейчас расскажу. Мне тоже сказали, что нужно знать английский, они стоят тебе не дадут американскую визу. Я говорю, да мне не надо, если не дадут, значит не дадут. Но я написал им гету. Понимаете, вот смотрите, здесь вот страх срабатывает, я сказала, в двух состояниях. Либо мы идем и делаем, да, и проживаем это. Ну да, боялись раз, боялись два. Но идем, делаем. И второй вариант. Мы сидим на диване и говорим, это невозможно. Это нереально. Это, ну, просто все. Это не по мне. Вообще все, кто этого достигают, они, наверное, врут. Они тоже этого не достигают. Выбор за нами. Сидеть на диване и видеть что-то делать. И здесь получается так же. с этой визой. Мне было без разницы, но если касается американской визы. Мне сказал товарищ там, еще в Омске. Он говорит, тебе не дадут визу, потому что надо на английском, у тебя английского нет. Я говорю, ну не дадут и не дадут. Я и не собирался туда. Ну, вот мне сказали, да, была информация. Дальше я приезжаю в Москву, и у меня еще два дня даже до визы. То есть я добрался очень так автостопом, хорошо до Москвы. Пришел я на это собеседовал. Куда-то так, сюда пройдите, туда пройдите, сюда пройдите, туда пройдите. А у меня было вообще, мне сказали, собеседование. Вот вы как собеседование себе представляете? Это обычай за кошка, да, представляете? Потому что вы уже получали ее. А я не получал. Я понимаю, собеседование, это когда мы сидим за столом, у нас стоят кружечки с чаем, мы разговариваем. Вот. Тем более, понимаете, американское посольство, я подумал, мы американцы должны уже чаем-то нападить нормально, мы сидим, чай пьем. Мало того, у меня была ассоциация, что это будет какая-то американка, такая бабушка, американская бабушка, у меня вот было такое представление, что я буду сидеть за столом, с чайником, с печенюшками, будет сидеть бабушка американская. Но будет она на английском, говорит, ну хорошо, я буду сидеть, пить чай и улыбаться. Все, прихожу, кто получал, знает там как, да, сюда подошли, там поставили, так, это ваш номер, это сюда, туда-сюда, ходили-ходили, я думаю, где собеседование, когда были чай и бабушка. В итоге там уже в последнее это мне говорят, вот смотрите, как ваш номер загорится, вот туда к окошечку. Я подхожу, там окошечко, где-то там далеко сидит, но бабушка, знаете, вот эта мечта сбылась. Там реально сидела, проживая американка и говорила что-то непонятное мне. Она сказала, что прям мя-ма. Я думаю, ну все точно, она говорит на английском. Ну, значит, виза проехала дальше. Ну, значит, мне не надо в Америку. Я ей с улыбочкой говорю, что-что-что повторите. А она говорит, он как мя-ма-ма. Я думаю, ну все точно на английском. Я думаю, ну три попытки надо обязательно сделать. Я дальше продолжаю улыбаться, чая уже нет, печенья нет все равно, но надо хоть так просто поговорить. Я туда заглядываю и ей говорю, извините, можно медленно? И она медленно начинает говорить, с акцентом, цель вашего визита. Она говорила по-русски, по-русски изначально. Быстро просто. Закрыла цель вашего визита, да? А я ожидал услышать английский, но чего ожидал, того и получил, получается. И вот это был первый вопрос, который она задала. Американские посольства уникальны тем, что никто не просил никаких проплаченных билетов, никаких... В общем, вообще ничего. Она меня спросила, вот три вопроса она мне задала. Первый вопрос к цели вашего визита, я сказал, туризм. Второй вопрос она мне задала. Вы бывали раньше за границей? Я сказал, да. И третий вопрос, она говорит, у вас есть паспорт? Я подал ей паспорт. Она его пролистала в этом паспорте, а паспорт у меня был новый, то есть старый, куда когда я ездил, в Египет, в Турцию, его не было, он уже закончился. То есть у меня был чистый паспорт, и стояла в Шенгенской реке. У... У... Вот это, вот это пошло в порядок, да. «Вот, всё!» Она сказала, «вам я за близо одобрен». «Всё!» И знаю, я вышел из посольства, и думаю, «Ну, значит, мне надо в Америку». Вроде я не сытырался. чудеса случались на каждом шагу если вы хотите это назвать чудесами при этом